приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы сегодня 21 декабря и агрогороскоп мы рассматривать будем с 24 по 27 декабря 2021 года но прежде чем мы рассмотрим мы хотим послать вам самые наилучшие пожелания солнечного настроения радости мира и добра в этот день 21 декабря сегодня день зимнего солнцестояния мы встречаем новое солнышко и поэтому желаем вам чтобы это новое солнышко принесло вам новую жизнь в радости и в изобилии а агрогороскоп начинается с 24 а это тоже для многих будет праздник кто-то уже будет отмечать встречу рождества поэтому снова же примите от нас самые наилучшие пожелания и поздравления с этим праздником а теперь сам агрогороскоп с 24 по 27 декабря 2021 года рассмотрим первый день из нашего графика и первый день это 24 декабря когда луна будет переходить из знака лев в знак девы утреннее время у нас во льве и луна без курса с 9 часов 42 минут здесь ничего не делаем но вот с 11 и 24 даже 25 минут начинается время стихии земли это время девы но лучше подождать до 12 часов и наконец-то сразу же отвечаю на вопрос заняться посевами семян цветов на рассаду а также провести подзимний посев цветов здесь напоминают до южных регионов не спешите проводить подзимний посев цветов будут погодные карусели кстати средняя полоса тоже некоторые регионы будут та же самая ситуация рассаду с 12 часов можно цветочную дева покровительствовать цветам поэтому пожалуйста цветочная рассада а если готова перевалку рассаду высаживайте все что вы запланировали с рассадой делаете с 12 часов можно нарезать и укоренять череночки если допустим в саду у вас уже закалились растения уже можно нарезать и сразу же даже и укоренять зеленые операции не проводим а теперь более конкретно сразу же отвечу на вопрос какие цветы можно сеять в это время цветы уже в бы конечно в доме в комнате в квартирах сейчас заняты посевами цветов на рассаду с 12 часов дня начинается вот такой хороший период и так что нужно сеять это время для посева семян эустомы бегонии вербены гибридной эхиноцеи пурпурной гайлардии гвоздики садовой гвоздики шаба дельфиниума гибридного лобелии меканопсиса шелдона пеларгонии герани цинерарии колокольчика карпатского кальциолярии морщинистой той которую вы будете высаживать естественно на улице в саду то же самое можно высаживать высевать на рассаду и комнатные цветы сразу же напомню какие можно комнатные растения какие семена можно высевать с 12 часов дня это бегония цикламены пеларгония плющелистная зональная пеларгония бальзамин уоллера фуксии глоксинии кальциолярии кактусы и другие суккуленты цитрусовые гранат и инжир вот что можно в это время сеять но естественно для всех цветов так как это делается то ли в обогреваемой теплице есть специальные комнаты подготовлены то ли это в комнате или же в квартире мы сеем а также многие уже вырастили рассаду есть прекрасные всходы и спрашивают когда можно перевалку посадку пересадку пожалуйста вот это время с 12 часов очень хорошее для того чтобы с цветами выполнять любые работы поливы проводим только с 12 часов дня и позже до конца суток подкормки с 16 часов растения должны перестроиться полностью на эту энергию земли на энергию корней и работать уже в полную мощь пикировка цветов кто-то мою стому спрашивал пожалуйста пикируйте если другие какие-то цветы у вас тоже уже требуют пикировки очень хорошее время с 12 часов дня елки к новому году пожалуйста не режьте ветки отдельно и это только можно если в случае вы будете срезать абсолютно все растения есть такие участки где специально высаживается это можно но так как у нас чаще всего мы используем веточки и у многих тоже очищают свои деревья оставьте эту работу до чуть чуть позже через несколько дней мы это сможем сделать а пока в деве не трогайте растения заготовки в деве тоже не делайте они к сожалению быстро портятся лекарственные настойки тоже некачественные получаются квашение не проводим в деве быстро прокисает и не очень приятный и хороший вид у растений вернее у капусты обычно капусту наши зрители квасят но вот получается что она очень быстро портится да она как и в любой другой день квасятся мариновать в это время очень хорошо 25 это чистая энергия девы очень продуктивный день снова же посевы семян цветов на рассаду под зимние посевы для северных регионов я уже назвала все семена какие цветов какие можно сеять сети рассада посадка рассады отлично цветочные растения а также именно в деве это еще третий у нас как раз фаза и можно нарезать череночки и укоренять череночки не забывайте про кормушки птицам очень прошу обращайте внимание на птицы зеленые операции в деве не проводим цветочные растения и комнатные сеем высаживаем пересаживаем перебалку делаем поливы подкормки вот это все очень хорошо для одних и других цветов для всех цветов делайте эти работы дева покровительствует всем этим делам поливы подкормки прекрасно причем в любое время желательно так как вы проводите это в доме делать органически использовать удобрения и если вы полили даже органически если имеют какие-то ароматы в это время днем можно даже вынести в ванную для того чтобы не было вот этого запаха в комнате где вы находитесь пикировка цветочных растений хороша елки мы не режем то есть ветки и отдельные части ели не трогаем заготовки не проводим лекарственные настойки не делаем и квашение не проводим 26 декабря это время перехода луны из знака весы правда переход будет аж 19 часов 25 минут но срезается вот это продуктивное время девы из-за того что луна будет без курса с 11 часов 40 41 минуты до 19 часов 24 минут как раз до момента перехода луны в знак весы спящая луна к сожалению не продуктивная она иногда приносит очень даже печальные последствия для наших семян растений поэтому все работы связанные с посевами завершите до 10 часов утра то есть досейте свои семена цветов на рассаду проведите подзимний посев семян цветов высадите все свои цветочные рассадные растения до 10 часов до 10 часов можно нарезать черенки и укоренять череночки различных садовых растений ну а кормушки можно делать весь день зеленые операции не проводите пожалуйста в это время до 10 часов что касается всех цветочных дел это посевы посадка пересадка все это делаем до 10 часов поливы проводим только до 9 часов утра желательно утром чтобы все у нас вся вода впиталась хотя вечером переход но сейчас очень медленно идут процессы физиологические у растений поэтому постарайтесь вот утром еще полить и уже до конца дня даже в конце в конце дня вечером вспушить почву для того чтобы корни могли дышать иначе корни растений начинают гнить и погибают растения подкормки не проводим пикировку не проводим только если вы успеете до 10 часов утром делайте а так уж позже уже не делайте потому что следующий знак весы и это не очень хорошее время вы я знаю поливаете заливаете и могут погибнуть ваши растения елку к новому году так как весь день будет у нас практически в знаке дева и тем более это луна без курса не режем еще заготовки не проводим в деве лекарственные растения и квашения тоже не проводим вот день переходный такой уже это несколько вот здесь переходные 26 но это сложный период перехода луны из 3 в 4 фазы это очень стрессовая ситуация вот есть полнолуние новолуние и есть переход из 1 во 2 фазы и переход из 3 в 4 вот эти периоды перехода луны из 1 во 2 и из 3 в 4 они чуть-чуть короче они у нас имеют время плюс минус 12 часов вот этого момента и в данном случае у нас 27 в 5 часов утра 25 минут будет вот этот переход и естественно отнимаем или минусуем от этого времени 12 часов поэтому у нас уже днем мы ничего не сеем и рассаду не высаживаем это время отдыха зато кормушки птицам пожалуйста делайте и кормите птичек зеленые операции несмотря на то что весы не делаем потому что это время перехода луны из 3 4 фазы естественно это стрессовая ситуация для растений не трогаем их цветы защита от вредителей и от болезней причем и комнатные и различные цветочные всходы тех цветов которые уже высеяли пожалуйста не забывайте уже у некоторых появились у меня уже есть сообщения даже фотографии в одноклассниках в личку мне присылают уже есть вредители будьте внимательны поливы в дни стихии воздуха не проводим подкормки тоже пикировку не проводим елки еще не срезаем почему потому что у нас переход луны из третью четвертую фазу стрессовая очень ситуация сложная для растений заготовки вот если вы сейчас уже начинаете вас много рыбы или мяса вот меня спрашивают когда делать вот пожалуйста на 27 число себе можете спокойно планировать эту работу и получится прекрасно ну а лекарственные настойки пока не начинаем не делаем это связано с переходом снова луны из третьей четвертой фазы ну а квашение в знаке стихии воздуха не дает особо хорошие качественные капусты поэтому не проводим в это время квашение ну вот я сейчас вот так вот оставляю для того чтобы сделали скриншот луна для дома и для здоровья с 24 по 27 декабря 2021 года в пятницу 24 при переходе луны из знака лев в знак делу тут вот у нас разделение времени поэтому пожалуйста быть внимательной по поводу растопки печки или камина многие будут уезжать на дачу постарайтесь вечером будет возможен быть дым поэтому в знаке дел это знак стихии земли и влажность тут особая набирается будьте внимательны сухие дрова и очень постепенно лучше растопку делать сухим спиртом всегда прекрасный результат получается и лучше в в данном случае в пятницу сделать это до 11 часов тесто получится очень хорошо рукоделие замечательно творческий день стрижка волос покраска волос стрижка ногтей мытье волос замечательно очистка кожи продолжай вот это период когда на убывающей луне можно проводить вот эти важные дела с нашим с нашей кожей да и кстати не только с кожей очистительные различные мероприятия тоже в это время приветствуются и они эффективны ремонт если решили вдруг там печку где-то подшаманить подремонтировать постарайтесь это сделать до 12 часов потом очень плохо сохнет и щели такие делаются резкие потому что когда начинаете топить долго ждете когда она высохнет постарайтесь утром это сделать и у вас получится все нормально проветривание вещей при хорошей погоде погоде только до 12 часов зато стирка и уборка в деле уже прекрасно все получится 25 и 26 декабря чтобы не повторяться эти два прекрасные дня здесь одинаковые энергии и одинаковые виды работ возможен дым если будут мокрые дрова если долго не растапливали будьте готовы тесто прекрасно получится рукоделие великолепно творческие как раз будут новые проявления и прекрасно будет все получаться вот то что мы ждали стрижку волос покраску в деве замечательно проводить и стрижка и покраска и стрижка ногтей и мытье волос и очистка кожи замечательный период пожалуйста вот уделяйте внимание и суббота и воскресенье будут замечательный период для того чтобы сделать вот эти важные подготовительные дела со своей головой со своими волосами вернее но и подготовиться к новогодним праздникам а вот ремонтные работы не рекомендуется в деве и проветривание вещей тоже не рекомендуется зато можно стирать и проводить уборку генеральную уборку все замечательное получится в деве это прекрасно выходит дева покровительствует тем кто занимается красотой красотой своего личного тела а также красотой в доме на даче на любом в любом пространстве и понедельник понедельник это время напомню перехода луны из 3 в 4 фазы поэтому у нас это знак весы да здесь много можно дел провести но вот смотрите печка будет прекрасно гореть тесто прекрасно получится рукоделие тоже а вот стрижка волос покраска волос и стрижка ногтей нет почему потому что вы в это время стрессовое время для своего организма можете снова же срезать энергетику свою и потерять эту энергию независимо от того это убывающая или растущая луна в данном случае убывающая и в эти стрессовые периоды не занимаемся срезанием любых частей своего тела далее очень хорошо в это время мыть волосы очищать кожу тоже можно вы просто проводите целый курс поэтому здесь и утром и вечером продолжаете смазывать там свои определенные места тем же чистотелом это теплые страны или другими травяными различными настоями ремонт можно в весах прекрасно получится проветривание вещей при хорошей погоде прекрасно получится но и стирка и уборка тоже хорошо единственное что в знаке весы стирка вот особо грязные пятна нужно использовать вот этот пятновыводитель современный который сейчас есть потому что здесь не такая мягкая энергия как вот в знаке дева вот так я вам выставляю чтобы сделали скриншот всех дел на эти дни луна для здоровья с 24 и практически по 26 будет господствовать энергия знака дева а в деве уязвимы тонкий кишечник двенадцатиперстная кишка поджелудочная железа толстый кишечник слепая кишка аппендикс пупок область живота жировые отложения в области живота и брыжейка они у меня особые всегда слова потому что это очень важный сейчас орган орган когда наши тела готовится к переходу в новое состояние и он нам очень помогает перестройку делать нашем теле мы принимаем новые энергии благодаря вот этому органу именно в брыжейке находится много лимфатических узлов внутри которых иммунная система вырабатывает механизмы защиты от бактерий и вирусов кстати попадающих в организм через просвет тонкой кишки так что брыжейка для развития иммунной системы это очень нужный и важно во время нахождения луны в знаке дева у нас получается и пятница практически с периода 11 12 часов начинается весь день субботы и воскресенье будет почти до конца суток ощущаться эта энергия поэтому распределите так свое питание чтобы было питание раздельное это значит нужно все в отдельности принимать приготовили кашу кашу поели и дальше будет через время яблоки потом картофель морковь вот то что у вас есть цитрусовые это через определенное время и небольшими порциями вот те в это время нужны продукты богатые железом и витаминами группы b а также энергетические соли это сульфат калия и фосфат железа эти обе соли содержатся в гречневой крупе варите крупу гречневой гречка будет супер в это время полезно для нашего тела а также эти важные элементы питания есть в пшене овсе много их в яблоках грушу есть еще поздние сорта можно использовать но абрикосы уже их нету в гранате в картофеле в моркови кстати абрикосы может и не обязательно свежие вернусь к абрикосам если есть уже подсушенные заготовлены они тоже очень хороши для нашего организма используйте гранаты картофель морковь все цитрусовые фрукты какие есть используйте в это время также растительное масло грецкие и другие орехи редьку молочные продукты зеленые культуры а также готовьте все что вы любите из цветной капусты и напоминаю что в это время в деве нельзя употреблять макароны и другие углеводные продукты дева на то она и красавица чтобы не переедать и не толстеть но так вот говорят в народе поэтому используем различные овощи фрукты которые я назвала а вот макароны изделия выпечку хотя до выходной перенесите на другое время 27 декабря это время убывающей луны в знаке весы напомню это время перехода луны из 3 в 4 фазу это сложный стрессовый период когда нужно уделить особое внимание и проводить этот день в спокойствии без различных перегрузок в это время кстати уязвимы почки мочевой пузырь мочеиспускательный канал мочеточники надпочечники женские половые органы мочеполовая выделительная нервная система и система желез поэтому в это время постарайтесь не увлекаться различными острыми какими-то блюдами важно сейчас вегетарианская пища чтобы вот эти органы не были перегружены различными отрицательными пищевыми токсинами поэтому варите каши из риса гречки ржи овса ячменя используйте проростки вот сейчас хорошее время можно проростки семена редьки посеять и из них делать вот эти салаты из проростков горчицы пшеницы других злаков из люцерны отличное время и есть сейчас уже продаются уже готовые семена к проращиванию их не надо обрабатывать чистить они уже готовы и используйте их для того чтобы улучшить свое витаминное питание в это время уже первого месяца зимы также хорошо потреблять в это время груши хурму бананы изюм курагу виноград яблоки качану и цветную капусты зелень если она у вас есть ну и если есть возможность томаты нету свежих у нас есть много различных салатов из томатов из огурцов и других овощей хорошо свежую морковочку натереть и приготовить из нее добавить чуть-чуть сметанки и вот с медиком можно вот ее использовать очень хорошо для тела нашего будет но особенно для органов органов которые уязвимы вперед знака весы используйте салатики из дайкона из черной редьки а также различные листики салатов и заправляйте салаты в это время лимонным соком сметаной или сливками вот такой у нас сегодня агрогороскоп обширный с большим планом дел целый калейдоскоп и гороскоп кто-то будет отдыхать кто-то будет работать но всем вам мы желаем крепкого здоровья и удачных хороших дней вот этого уходящего декабря 2021 года пусть это декабрь завершится для вас хорошими событиями и прекрасным настроением чего мы и желаем вам а мы это авторы канала раиса горяченко и александр волик до новых встреч на нашем канале пока пока